Соединение с облачным сервером, нам говорят, успешно прошло. Идет запись. Все, рекординг и прогрессор. Александр Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте, да. Все, мы теперь начинаем говорить только хорошие слова. Коллеги, всем здравствуйте. А не как обычно? Что теперь? Тогда расходимся. Я думаю, что есть люди, которые пришли нас послушать всю правду, а вы говорите только хорошие слова. Как быть? Вся правда звучит в эфирах неформального стратоплана, коллеги. Если присоединяйтесь к нам по субботам, мы иногда проводим такие эфиры. Друзья, давайте вначале проверим трансляцию. Если вы нас видите, слышите, вам виден слайд, напишите на несколько плюсиков. Убедимся, что у нас с интернетом все хорошо, и мы можем говорить про платформу. Я вот вас вижу, слышу, прям прекрасно. Вот, Калина, да, приветствую. Спасибо большое. Спасибо большое. Потому что, похоже, у нас... Кто еще с нами, да. Друзья, ну что, рада вас приветствовать. У нас сегодня такой внеплановый эфир. Мы, на самом деле, как-то его сильно заранее не планировали. Просто в какой-то момент поняли, что назрело. А вот назрела необходимость поговорить про платформы. Как-то накипело. Ну, потому что мы сами онлайн-обучением занимаемся уже очень давно. Я, наверное, первый курс провел в 2007 году. Вот, а участникам было, наверное, еще раньше. Тогда платформы, по-моему, и не было никаких таких вот прям значимых. Наверное, какой-то go-to-meeting был, да? Go-to-meeting, go-to-webinar. Вот такие какие-то были еще платформы. Я первый онлайн-тренинг проводил через плагин к Винампу, если кто-то помнит. К Винампу? Винампу умел делать трансляции? Это было сделано как онлайн-радио такое вот. Ну, в общем, это прям отдельный был тогда интересный экспириенс. Ну и с той поры мы находимся в области онлайн-обучения. Вот уже, получается, почти 20 лет. Наблюдаем за платформами. Мы сами пытались несколько раз стать такой мини-платформой. И есть что сказать. И спасибо, что присоединились. На самом деле, мне хотелось бы, чтобы сегодня у нас такой эфир был не в формате монолога, потому что у Вячеслава Юрьевича есть что рассказать. Интересные наблюдения за платформами и выводы. Но в формате диалога. То есть, что вы по этому поводу думаете? Как вы относитесь ко всей этой истории? Вот очень интересно было бы сегодня и вас тоже почитать в чате. Вот и с вами так немножко подискутировать, пообщаться. Слав, передаю тебе слово тогда. Спасибо большое. Спасибо большое. Александр Михайлович, не уходите, пожалуйста. Я буду к вам тоже приходить за некоторыми примерами, потому что мы с Александром продолжаем учиться, учимся постоянно. То есть, сейчас находимся в одной программе. Мы то расходимся, то сходимся постоянно. Мы ходим смотреть, как учат другие. Мы сами постоянно обучаемся. И в этот момент времени, когда ты постоянно в этой истории варишься, то есть, для нас это не один курс в год. Мы учимся где-то в чем-то постоянно. И пытаемся понять, что мы делаем правильно, что мы делаем неправильно. При общении с коллегами, с нашими корп-клиентами. Александр очень часто привлекает в качестве эксперта при проектировании программы. Он заведует практикой работы с тренерами, управляет практикой работы нашей экспертизы. Поэтому мы часто общаемся и часто спрашиваем. Клиент приходит, и мы спрашиваем, как у вас организовано, что вы у себя делаете, что вы проводите сами, что вы где-то приобретаете, докупаете, где привлекаете учебные центры, что берете из курсов на платформах. И сложилось определенное понимание, как все это дело выглядит, что работает, что не работает. И, кроме того, эфир мы действительно не планировали вот такой давно. А я хотел сделать материал, хотел сделать публикацию. В какой-то момент мы с Александром ее обсуждали. Мы говорим, слушай, давай начнем с эфира. Вот просто выйдем, пообщаемся. Плюс дособерем ваших мнений, плюс дособерем вашего понимания, как в ваших компаниях это работает, не работает. Мы пока склоняемся к тому, что если вы рассматриваете платформу как единственную, ну, платформу имеете, например, Cera, LinkedIn, Learning, я сегодня буду про них подробно говорить, как, подчеркну, единственный источник обучения, то есть материалов либо курсов для вашей компании, это выглядит скорее как неработающий метод расхода денег в вашей организации. Вот мы к этому пришли в конечном итоге. Как один из элементов, как одна из составляющих вашей системы обучения, либо вашей стратегии по обучению персонала, это вполне может применяться, более того, мы сами там иногда очень хорошие курсы находим, иногда мы их рекомендуем напрямую. То есть, в общем-то, платформы не есть зло в общем виде, их продают как решение универсальное, чем они, безусловно, не являются, но потихонечку будем сегодня разбираться. Мы здесь пытались изобразить вот на этом слайде, знаете, как какую-то заготовку из фильма «В далекой-далекой галактике» из «Звездных войнов» наших замечательных. Ну, в общем-то, есть некоторая воронка. Мы в этой воронке с вами находимся, когда наверху есть очень привлекательный фасад, где вам говорят, смотрите, ну как же, вот целая Курсера, да, это был пионер в свое время. А LinkedIn Learning, который приобрел сервис Линда, потом весь LinkedIn его приобрел Microsoft, ну все, неужели таким грандом мы не будем доверять? Это же миллион регистраций. Собственно говоря, то, чем пытаются воздействовать платформы на принятие решений. Вот здесь, например, вы чарди, если вы чарди, если вы человек, отвечающий за принятие решений, как будут учиться ваши коллеги, как будут учиться ваши сотрудники, на нас тоже пытаются воздействовать вот этим, знаете, как большим таким доказательством. Ну, миллионы же людей не могут ошибаться, но чего вы турака-то валяете? Приходите к нам, отправляйте к нам ваших сотрудников, мы будем с ними разбираться. Миллионы регистраций, да. Есть огромное количество позитивных отзывов, потому что на любой платформе нужно найти хороший, классный курс. Повторюсь, мы сами их иногда рекомендуем, и действительно здорово, это замечательный курс, который мы рекомендуем последние два года, The Science of the Wellbeing, 4.9 по пятибалльной шкале на Курсере, прекрасный, открытый, замечательный курс, он про психологию, но с цифками доказательный, прям, ну, супер. Другой вопрос, что он не курс, который вырабатывает навыки, и таких курсов единицы из тех тысяч и тысяч курсов, которые на сегодняшний момент на платформе расположены. О чем будем говорить сегодня? Мы разберем с вами, что такое платформа вообще в сегодняшнем его понимании, потом вспомним, что у нас с вами есть задача не платформу выбрать, а обучение каким-то образом организовать, поговорим про пересечение, здесь мы такую там некоторую шалость даже допустили, естественно, в любой солидной презентации должна быть диаграмма Виена-Эйлера или Эйлера-Виена, ну, это такая, естественно, больше в качестве шалости мы здесь про это вспомним. Поговорим, почему в целом для B2B не работают, небольшой спойлер, они для этого были не предназначены изначально, у них совершенно другая задача, именно для обучения как B2B инструмент. Поговорим про цифры, поговорим про примеры без цифр, здесь я, наверное, тоже обращусь к Александру, потому что, повторюсь, мы с ним тоже учимся, но мы учимся уже из профессиональной точки зрения, мы смотрим, как это устроено, как это организовано. Вспомним, что есть в стратегии обучения, что такое стратегия, что такое стратегия обучения персонала, например, в вашей компании. Напомним, что от тех решений, которые вы, коллеги, принимаете, если вы отвечаете за обучение персонала, зависит ваша карьера в HR, или если вы руководите подразделением, это непосредственно ваши бюджеты, куда вы как вкладываете, является точкой оценки вашей профессиональной компетенции. Ну, естественно, поговорим о том, как быть и что делать, все не сведется к тому, что школа менеджмента Стратоплана единственное решение в этом мире. Конечно же, нет. Мы за то, чтобы вы принимали решения, понимая, какие есть альтернативы. То есть, вот такая вот история у нас на сегодня. Попробуем уложиться в час. Александр, мы обещали час с копейками, да, воносы, насколько я помню, плюс-минус, да. Мы часто говорим, что мы любим попадать в тайминг. Здесь посмотрим, потому что сильно зависит от ваших вопросов, ваших с нами согласий, несогласий, контрпримеров. Посмотрим, сколько их будет. Мы постарались как можно шире эту тему раскрыть. О чем, с чего начнем? Меня зовут Вячеслав Панкратов, управляющий партнер школы менеджмента Стратоплан. Два высших образования. Высшая айтишка, высшая психология. Свой определенный путь в айти был пройден. С некоторых пор я являюсь еще сертифицированным специалистом по стратегическому менеджменту, поэтому и наши программы, и наши подобные семинары, они стали вспоминать про слово стратегия, как про некое что-то долгосрочное, да, и про игру в долгосрок. Александр Михайлович Орлов, правящий партнер, школы менеджмента Стратоплан сегодня будет всячески мне либо поддерживать, либо оппонировать. Он человек такой неожиданный, поэтому, собственно, посмотрим, как все пойдет. Что мы сегодня с вами постараемся сделать? Мы посмотрим, как выглядит и как работает платформа, чтобы вы могли понимать, вот как выбрать, двигатель внутреннего сгорания или электрический двигатель, дизельный или бензинный. Давайте разберемся, в чем отличие, собственно, под капот заглядить. При этом платформа позиционируется как образовательный инструмент, она не всегда является, в этом основная беда. То есть, продается как универсальное решение, к сожалению, не всегда и не является. Разберемся, как это работает, где это не работает. Поймем, чего может стоить бизнесу, если вы решите, что платформа – это основной инструмент обучения ваших сотрудников. Особенно, если вы не HR, если вы, например, сейчас сами решаете, куда идти, вы просто свое время можете потратить не совсем целевым образом. Если вы HR, то это еще и точка, по которой, повторюсь, вас будут оценивать, почему мы наших сотрудников учим вот так. Ваши топы, те люди, которые смотрят на вас внимательно, на руководителей отделов, на руководителей отделов HR, это люди, которые не обязаны разбираться во всех тонкостях, как строится обучение в современном мире. Они в этом месте доверяют вам и потом спрашивают, а что случилось-то, почему деньги потрачены, результаты где-то. Мы очень хотим, чтобы с сегодняшним семинаром у вас возникла такая точка, чтобы призадуматься про развитие ваших сотрудников, а как мы их сейчас обучаем. Казалось бы, ну, что, дурака валять? Возьмите всем LinkedIn или LinkedIn Learning, или возьмите Coursera, и валяйте дурак. И очень хочется, чтобы мы с вами законнектились. Мы на эту тему часто пишем, мы на эту тему разговариваем. Собственно говоря, в LinkedIn где-то полгода назад я сказал, слушайте, будет большая статья на эту тему, не переключайте. Знаете, запомните этот твит. Вот решили в конце концов сделать не статью, решили сделать вот такое выступление, посмотрим, может быть, это статьи дело дойдет. Что такое платформа? То есть еще раз, коллеги, на платформах может быть много хорошего контента, потому что, естественно, поставщики разные, хорошие университеты добавляют, интересные курсы. С чего хочется разобраться? История вопроса, как все начиналось, к чему достаточно быстро пришел этот бизнес, потому что, естественно, платформа по образованию тоже бизнес, и что такое платформа по факту на сегодня. Как в ней работает монетизация, каким образом, на чем она зарабатывает. Дальше мы просто с вами нырнем в цифры, и вы увидите, что не все так, как сказать, не все так здоровски, как платформы заявляют в своих пресс-релизах. Ну, их тоже можно понять, им надо как-то жить, но у нас с вами дело разбираться, что стоит за пресс-релизами. Если вы еще помните, лет 10, лет 20 назад, в зависимости от того, про какую платформу мы говорим, все звучало очень здорово. Курсер рассказал, мы изменим мир образования, привлекал сумасшедшие деньги, сумасшедшие инвестиции, был сумасшедший подъем в отрасли. Мы сейчас сказали, ну, наконец-то, мы сделаем образование доступным, потому что интернет пошел по планете, он проникает сюда дальше и дальше, возник замечательный проект уровня Хан Академи, мы будем бороться с необразованностью, например, среди детей, среди взрослых, мы будем переобучать. То есть, интернет как таковой открыл потрясающую историю для обучения вообще. Интернет как технология по доставке контента просто прекрасно. Был сумасшедший абсолютно подъем, на котором очень многие компании поспешили, на наш взгляд, принять решение, ну, все, тогда мы вот таким образом будем учить людей, вот смотрите, можно же за недорого, ни дорогостоящего тренера, ни свой дорогостоящий учебный центр, это всегда очень дорогие, большие вложения, мы просто купим доступ. Мы купим доступ, там хороший контент, в хорошем качестве, если вам повезло, да, и вот будем посмотреть. То есть, в общем, задумка была очень и очень неплохая, огромный мировой хайп как таковой. К чему этот бизнес пришел достаточно быстро? Бизнесу нужно жить. Бизнес не существует без заработанных денег, бизнес не может существовать на одних хороших задумках, к чему бизнес пришел очень долго. Как любые другие онлайновые сервисы, в нем есть некий период, то, что называется, бесплатного триала, когда вам говорят, пробуйте, вот пробуйте, вот у вас есть месяц, иногда этот триал достаточно длинный, компаниям этот триал тоже предоставляется, говорят, пробуйте, вот придите, просто попробуйте, вот, не знаю, зарегистрируйтесь, денег не надо, ну, карточку вы там, укажите, пожалуйста, и мы с вас там через месяц начнем что-то такое чарджить и посмотрим, что получится. Я сегодня покажу прямо с цифрами, что физики, то есть мы с вами, как люди, которые дают лично заработанные деньги, дают собственную карточку в какой-то сервис, достаточно быстро поняли, что это не работает, вот этот доступ, кажущаяся революция, у меня есть доступ к 10 тысячам курсов, не приводит к тому, что ты начинаешь учиться. И сегодня я просто покажу цифры, как люди из вот этого бесплатного триал-периода, пробного периода, в платный период не переходят массово, а нам с вами рассказывают про цифры вот этих самых регистраций, смотрите, у нас там 142 миллиона регистраций, как говорит Курсера, здоровски, а сколько из них людей, которые ваш сервис попробовали и остались в вашем сервисе, то есть для них это сработало, за месяц, за два вполне можно оценить, это работает или это не работает. Первая история, чем бизнес пришел к тому, что вот, слушайте, не так все здоровски, с одной стороны, с другой стороны, даже те люди, которые переходят из бесплатного вот этого периода в платный период, доучиваются крайне плохо. Курсера в свое время озвучила страшную цифру, на самом деле, но это можно было бы поставить крест и разойтись, но уже очень много денег вложили в эту индустрию, что из 100 студентов, которые приходят в легкий, по сложности курс, до конца, до последних занятий, доходит 4, из 104, а в чуть более сложных курсах доходит полтора процента, то есть полтора студента, полтора землекопа. В этот момент, в этот прилип, пристроиться очень быстро, потерли, с тех пор курсеров, всячески от этих цифр там открещивается, приводят какую-то статистику о том, что смотрите, вот у нас есть возможность получить колледж-дегри, колледж-дегри, образование в колледже, и там, вот ни много, ни мало, там чуть ли там не 53% доходит до конца. Естественно, когда тебя отправили родители, родители платят за твоё обучение в колледже, тебе нужен диплом об образовании, естественно, люди доходят, и то далеко не все, это очень сложно в таком формате учиться. То есть 53%, когда за тебя даже родители заплатили, это одна история. Но опять же, сколько того колледж-дегри, если мы говорим из 142 миллионов, которыми нам, значит, размахивают перед глазами, когда пытаются свою платформу рекламировать. Но об этом сегодня поговорим, прям с цифрами покажем, потому что это, ну, это не очень хорошая цифра, на самом деле. Очень хочу задаться вопросом, хорошо, а если вот студенты массово не переходят из бесплатного триала в платный, за счёт чего же всё-таки живут платформы, тоже с вами немножко всё-таки порассуждаем, что там по факту остаётся в цифрах. И есть B2B клиенты, которые до сих пор верят, ну, как казалось бы, большая институция, условно, целый LinkedIn Learning. Почему бы не поверить, почему не открыть доступ всем своим сотрудникам, например, к LinkedIn Learning либо к Coursera, почему так не случится. При этом планирование бюджетов это обычная какая-то годовая история, вы принимаете решение, вы вписываете своих сотрудников на год, контроля, там не всегда хватает, чтобы вы поняли работающий это формат, не работающий это формат, но при этом на год вы уже вперёд заплатили. Если у вас ещё компания с каким-то сколь угодно заметным именем, ещё потом ваш логотип будет использоваться в качестве примера. Вот, смотрите, у нас учился целый, да, и приводится в качестве примера название корп-климента. То есть, бизнес этот вызывает вопросы, как модель, там модель вызывает вопросы, полтора-четыре процента это безумно мало. Представьте, что вы оказываете услуги, но вы клиенту на входе говорите, вероятность того, что я вам успешно запломбирую зуб 4%, ну, скорее всего, он встанет и уйдёт, скажет, это какое-то безобразие. При этом, вот, вот, Курсера говорит такие цифры, я вам всё тебе покажу, на самом деле, цифры ещё более, ну, скромные, хотя, казалось, 4%, в принципе, закрыли историю, расходимся, цифры, на самом деле, ещё более скромные, в не очень зубодробительных курсах, на самом деле. В общем-то, сам бизнес вызывает вопросы, сегодня с этим разберёмся, что такое платформа на сегодня, как она работает, за счёт чего привлекаются, за счёт чего привлекаются туда интересные, на первый взгляд, курсы. Ну, во-первых, платформа абсолютно спокойно может предлагать вам как автору курса возможность продвижения вашего курса на этой же самой платформе, то есть там абсолютно нормальная система монетизации, как в Фейсбуке, вы разместили пост и потом на свой же пост включаете монетизацию, чтобы его хоть кто-то увидел. Здесь такая же история тоже присутствует, Кроме того, на платформе повторимся, существует небольшое количество ярких, классных, качественных, даже бесплатных курсов, которые генерируют огромное количество аудитории, более того, мы тоже эти курсы практически рекомендуем, там, где мы натыкаемся на что-то очень-очень классное, но мы рассматриваем платформу с профессиональной точки зрения, мы знаем, что искать, мы знаем, что отбирать, чтобы потом это со спокойной душой рекомендовать, мы сами эти курсы проходим. Какое количество HR-ов, с учётом вашей сумасшедшей загрузки, например, коллеги, может отсмотреть даже сотню курсов на Косере, чтобы составить список более-менее хороших для ваших сотрудников. Если в вашей компании это так, окей, вы, скорее всего, как-то освоили эту платформу. Если вы надеете, что ваш студент, ваш сотрудник, который становится студентом платформы, сам в этом разберётся, это достаточно серьёзное такое допущение, тут надо ещё уметь разбираться. Среди денег, которые взорвают платформы, огромное количество денег, это оплаты тех самых колледж либо университет дегрис, то есть люди приходят и на платформе оплачивают обучение в колледже. Как потом эти деньги делятся с колледжем, с университетом, это уже делается на платформе, не суть важна. Ну, собственно, каким-то образом платформы зарабатывают и огромное количество промо-курсов от университетов и вендоров. Зачем они нужны на платформах, мы сегодня с вами разберёмся. Здесь уж мы не знаем, какие подробности взаимоотношений между платформами университетами. Скорее всего, что университеты, что вендоры платят какие-то деньги за продвижение этих курсов на платформах, не знаем. Вот посмотрим просто эзиз, что на сегодняшний момент из себя представляют платформы. И есть небольшое количество достаточно сложных курсов, сложных, полезных, интересных, цельных, составленных профессионально, спроектированных с учётом того, что они будут размещены именно на платформах, но у этих курсов, к сожалению, минимальный процент завершен. Очень тяжело учиться в этом формате. Вот об этом сегодня поговорим. Чуть-чуть более подробно повторюсь прямо с цифрками, прямо со сбором. Вспомним, шаг вверх, что такое обучение, чем мы с вами вообще занимаемся. У нас с вами есть дикий процесс, у которого есть цель и очень хотелось, чтобы у него были результаты. Что за процесс? С чем справляется платформа на сегодняшний момент очень неплохо? Что входит в процесс обучения и что из этого платформа умеет неплохо делать? Передача информации. Да, почему нет? Достаточно удобный интерфейс. У вас может быть мобильное приложение, у вас может быть очень удобное браузерное какое-то решение. То есть передача информации, да, иногда, опять же, если вы возьмете курс не самый, прям самый свежий, почему стоит небольшой знак вопроса, а не просто три плюсика, это может быть все еще и, знаете, там запись с камеры, ноутбука в плохом качестве, плохом разрешении, причем в самых топовых курсах. То есть на сегодняшний момент я заканчиваю обучение в Оксфордской программе по страт-менеджменту и там, к сожалению, половина материалов записаны плохо. То есть ты не везде физически можешь разобрать, что говорит человек. Где-то есть субтитры, ты включаешь субтитры на английском, чтобы хотя бы понять, о чем говорит человек. Где-то их даже нет. В общем, эта штука, если очень хорошо качественно записана, с передачей информации платформа справляется. Она под эту задачу создавалась. И то, повторюсь, не везде, потому что если какой-то топовый спикер, его еще попробуют притащить в студию и заставить так, как тебе надо выступить. Решение задач. Что такое вообще процесс обучения? Мы получаем какую-то информацию, пытаемся ее приложить к задаче, у нас получается, не получается. Дальше мы рефлексируем, дальше мы вырабатываем какую-то новую модель поведения. С решением задач на платформах зачастую проблема для технических курсов. Это еще придумали когда-то, то есть если вы пишете код, платформа вам этот код проверит или просто она его выполнит, и вы посмотрите, что получилось. С этим как бы еще неплохо. Все, что касается курсов софтскиловых, менеджерских, управленческих, с этим всегда есть проблема, и платформа, в общем-то, приходит к тому, что вы так или иначе упираетесь в живого человека, если это курс, где на входе, например, около 50 тысяч человек, я сюда такие цифры приведу, 50 тысяч домашних заданий по каждому модулю не может проверить никакая платформа. И там начинаются танцы. А давайте вы проверите работы других студентов, а они проверят ваши работы, вы открываете работы, там просто вместо работы надпись на слайде «Пожалуйста, поставьте мне высокий балл, иначе я не пройду в следующий модуль». Ты понимаешь, куда я попал, что это за безобразие здесь происходит. Такое тоже есть. То есть с практикой решения задач, даже описание как бы в эту задачу решали с онлайн-платформами уже возникают прям вопросики-вопросики. Рефлексия над результатами. Обучение взрослых людей начинается в тот момент, когда у вас что-то не получилось, вы начнете думать, как же так? Я умный, я грамотный, у меня есть образование, я работаю в этой позиции, у меня что-то не вышло. Рефлексия над результатами либо сводится к тому, что опять же, конкретный живой человек со стороны платформы, он говорит, порефлексируйте еще. Спасибо, что конкретно надо сделать? Я это делал, когда выполнял домашние задания, это мой собственный какой-то такой опыт. Рефлексия над результатами для того, чтобы понять, что ты сделал неправильно и что нужно исправить, это очень сложная штука. То есть обычно в живых тренингах это процесс, где нужно понимать, что сейчас в голове у студента происходит, это процесс, которым нужно управлять. Платформа не может этим процессом управлять, она очень хорошо публикует материал. Без этого этапа обучаемый не переходит к выработке новой модели как таковой и здесь это ключевой этап, на котором у платформы беда-беда. Проектирование новой модели поведения. А как надо? Здесь платформа говорит, а мы вам запишем ролик, как надо. Это здоровски, но с учетом того, что у тебя получилось или не получилось, как надо может быть разным. И вот здесь у платформы она не может предусмотреть это уведомление. Вот есть какой-то процесс А, Б, Ц, Д. Тот ошибся на первом этапе, кто на втором, кто на третьем, кто на четвертом. Тренер это может разобрать и подсказать, где еще вы не ошиблись. Платформа говорит, ну вы где-то там ошиблись, поэтому процесс выглядит вот таким образом. Это здоровски, но к проектированию новой модели поведения это, к сожалению, не приводит. И студент, особенно студент задумчивый, где-то к середине курса начинает задуматься, так а что я делаю? Я иду по курсу, я ошибаюсь, мне выставляют оценку, я иду дальше, я ошибаюсь, мне выставляют оценку, блин, где обучение-то? Когда у меня должно начать получаться. В этот момент многие, в том числе и по этой причине просто бросают, у них не хватает обратной связи, просто бросают это обучение. Корректировка поведения, ну самый простой способ, вы узнали что-то, вы попытались, вы узнали, как проводить встречи one-on-one. Вы попытались их применить. В этот момент рядом с вами никто не стоит и говорит, смотри, вот здесь ты чуть-чуть поспешил, вот здесь чуть больше вопросов, здесь чуть больше внимания. Кто вот это может откорректировать, если рядом с вами нет живого преподавателя, нет живого тренера или нет живого наблюдателя, живого куратора. В онлайн-обучении это позволяет делать. Там немного рекламы, то, что делаем мы уходя в работу в малых группах, у нас обычно к студентам прикрепляется наблюдатель либо фасилитатор, который либо дает просто невключенную обратную связь, либо говорит, что можно было бы сделать по-другому, в зависимости от того, как проектирован курс. В онлайн платформе как таковой этого нет совсем, потому что вы не можете взять 50 тысяч студентов, разделить на группы по 3 человека и прикрепить к ним 17 тысяч наблюдателей. Нерешаемая задача. Просто нерешаемая. При этом у нас с вами есть цели, и давайте разберемся, с какими целями платформа-то справляется, с какими нет. Получение знаний, что мы хотим от обучения? С получением знаний платформа может справляться. Университет, например, он дает знания, хороший университет, даст вам еще, попробует, даст некую практику. Платформа в этом месте, если наберет курс универовский какой-нибудь или курс вендоровский, информацию донесет. Здесь с этим никто не спорит, платформа под это проектировала. Знаете, как YouTube хорошо доносит информацию, вопросов нет. А бизнес нам с вами платит за наличие и применение навыков. Если мы посмотрим буквально там, чуть-чуть выше на этот же слайдик, навык появляется там, где вы рефлексируете над своими успехами и неудачами, где вы проектируете новую модель поведения, собственно, проектируете новую модель поведения и есть формирование нового навыка. После чего идет практика, которую нужно подкорректировать. Да, вот-вот-вот, ты понял, вот так это делается. Платформа не может это делать по природе своей, она не для этого создавалась. Ну и, собственно, что получается в результатах? Если ваш обучаемый, ваш коллега, ваш сотрудник, превращаясь, входя в роль студента, попадает на платформу, он смотрит и слушает, если, повторюсь, он смотрит и слушает, мы еще поговорим о чем, почему даже не все сегодня смотрит и слушает. Очень высокий фактор отвлечения. Если человек смотрит и слушает, в результате студент может рассказать, что он услышал. Вы у него спрашиваете, ну, про что был курс? Он говорит, вот про это. Я про это послушал, я тебе про это рассказал. Станет ли он вести себя по-другому один? Большой вопрос. Мост между теорией и практикой, пока для него платформы не простраивать не умеет. Попробовать на практике закрепить и исправить, если вы дадите это в процессе обучения, студент сможет это сделать. Платформа на сегодняшний момент это не может дать, просто по определению того, как она построит. За очень-очень-очень редким исключением, повторюсь, если это хороший технический курс про какой-то язык программированный, про какую-то технологию разработки. Там иногда автоматизация позволяет кое-что даже студенту попробовать. Но это, повторимся, это исключение. Если же платформа системно не может дать человеку попробовать, то в результате студент приведить полученные знания, к сожалению, не может. Он про них слышал, он может про них рассказывать. То есть, все знают, что такое встреча one-on-one, все знают, что такое, не знаю, там, burn down chart. Прекрасная штука, все это видели сто раз. В скольких проектах это применяется? Уж насколько, казалось бы, простая штука, как любой фреймворк для гибкой разработки, про него написано масса всего. Книжки выпущены, курсов существует масса. После чего мы проводим простой вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас какая методология в проекте-то используется? Ну, тут у нас есть сложности. Мы что-то такое свое слепили, потому что так, как написано, оно не заработало. Ну, это просто качество такого смешного примера. Я вижу, Александр задает вопрос. Коллеги, загляните, пожалуйста, в комментарии, если вы хотите поделиться чем-то, на чем... Примерами, да, платформы, на которых вы учились. Может быть, какой-то яркий курс, который вам дошел со словами, да нет, все не так. На платформе вот это все очень круто. Мы с большим удовольствием эти курсы и посмотрим. Если они, правда, круто составлены, с большим удовольствием их порекомендую. Как мы уже шутили в самом начале, в любой серьезной и основательной презентации, а мы же не просто так, что целая школа менеджмента, должна быть, значит, сильная диаграмма Эйлера-Виенна. Это вот другие два кружочка, тут, знаете, там что-то с чем-то перекрещивается и так далее. Мы решили пойти дальше. Мы решили, что мы не просто поставим кружочек и скажем, вот тут ваши цели и задачи, а вот тут то, что умеют делать платформы, и вот, смотрите, оно пересекается крайне-крайне мало. Мы решили немножко заныгнуть поглубже и разобраться с вами в механике. Что под капотом платформы? Давайте просто с цифрками посмотрим, уж немножко позанудствуем и зададимся вопросами, а настолько ли все здоровски, как нам рассказывают с вами предострелились. Это LinkedIn, это их структура, подразделения, и то, на чем они вообще зарабатывают. Ссылочку тоже дадим, это официальная информация LinkedIn. Есть понятие Learning Solutions, тот самый LinkedIn Learning, который раньше был линд, а теперь стал LinkedIn Learning. И давайте посмотрим, что сам LinkedIn говорит в своих же отчетах. За 2020 год процентовка сильно принципиально не изменилась. На LinkedIn Solutions, на Learning Solutions, прошу прощения, LinkedIn зарабатывает порядка 7% денег от всей суммы, которую он зарабатывает. Супер, хоть какие-то цифры. Собственно говоря, вот ссылки, где можно увидеть и схему, вот эту самую, и непосредственно циферки, откуда 7% берется, потому что мы сейчас на эти 7% с вами будем опираться. И еще раз, немножко с вами позанудствуем с цифрами, просто чтобы понять, насколько сама эта машинка, она работающая или не работающая. Все, вот есть ссылки, спасибо большое. Кому интересно, просто за мной на рынке посмотрите. Это, собственно, LinkedIn этого не скрывает. Это его цифры. А теперь давайте посчитаем. Если мы берем заработок LinkedIn примерно в 4 миллиарда долларов в год, прекраснейшая, огромная машина, замечательнейшая платформа, все очень здорово. И посчитаем 7% от этой суммы, это 280 миллионов долларов. Блин, обалденный бизнес. Все очень здорово, все очень классно. Вроде бы, как ребята изобрели классную машину. Возьмем статистику. Это статистика самого LinkedIn, которые они публикуют, ну, например, там, US News. Они говорят, у нас на платформе LinkedIn Learning зарегистрировано 27 миллионов пользователей. Здоровски. Казалось бы, вот она революция. LinkedIn придумал революцию. Они взяли 27 миллионов пользователей, и за целых 10 долларов в год, вот они зарабатывают 280 миллионов. Прекрасно. Прекрасно, но не совсем. Цифры немножко не бьются и не сходятся. Потому что, если мы с вами откроем, например, стоимость обучения, это вот Learning LinkedIn.com, и просто по смертным планам, то стоимость обучения одного человека начинается примерно с 379 долларов. Ну, если у вас крупная корпорация пройти тысячу, человек, естественно, с вами будут разговаривать, вам будут совершенно другой тариф. А теперь давайте разделим сумму, которую зарабатывает LinkedIn Learning в год на среднюю стоимость пакета. Получится ли у нас 27 миллионов? Ну, естественно, не получается. Причем не то, что не получается, а не получается разница просто сумасшедшая. Мы с вами наблюдаем вот этот эффект, когда люди из бесплатного, реального периода, бесплатного периода в платных клиентов не превращаются. Пробуют, смотрят, понимают, что что-то здесь не так. Студент-физик, у которого в руках, вот B2C-аудитория, у которой в руках собственная карточка, очень быстро понимает, я за это платить не буду. Что я имею в виду? Если мы с вами попытаемся, вот те деньги, которые заявлены, это официальная статистика открытая, сам LinkedIn зарабатывает на обучении, разделить на среднюю стоимость пакета, мы получаем там порядка 700-800 тысяч человек в год. Это большие деньги, это большое количество аудиторий. Но если мы возьмем 27 миллионов как 100%, 760 тысяч, мы посчитаем просто с вами обычную пропорцию за 5 или за 6 класс. Получается, что из всех 100 студентов, которые пришли попробовать LinkedIn Learning и попробовали его в бесплатном формате, остаются в обучении 2,8%. То есть 97 с копейками процентов пользователей сервиса после треального периода уходят. 27 миллионов – это количество бесплатных регистраций вверху. Дальше начинается обычная маркетинговая воронка. Люди приходят, люди пробуют, и кто-то остается, но остается очень мало. Более того, напомню, из этих 700 тысяч человек до конца курсов доходят 1,5-4%. Это статистика средняя среди всех сервисов. То есть это воронка из воронки из воронки. Если мы возьмем условный 1% из 760 тысяч, это 7 тысяч человек, которые дошли до курса в конце. Как бы ни разу не 27 миллионов. При этом, если мы откроем с вами пресс-релизы, пресс-релизы, заказные статьи, обзоры, то нам говорят, что, ребят, LinkedIn – это вообще, это powerhouse in corporate learning. Это следующий шаг. Больше ничего лучше не будет. Естественно, когда вы, как LinkedIn, купили сервис по обучению, а он, простите, вот так работает, а потом вас, как целый LinkedIn, уже купил Microsoft, никто в этой корпоративной цепочке не скажет, что мы купили неработающий бизнес. В жизни никто не скажет. Сильно проще закупить отзывы, всего остального. Ты когда смотришь на все это, говоришь, ребята, какой bold success, какой, простите, у вас 2,8% превращаются в платников, из этих 2,8% 4%, а 2,8% – это вообще 0,00 сколько-то – доходят до конца, а вы рапортуете про 27 миллионов регистраций. И тут хочется сказать, как же так? Возможно, просто что-то с LinkedIn нам не то. Давайте посмотрим по этой же самой простой механике, давайте посмотрим основателей этого направления. Давайте возьмем, собственно говоря, замечательную Курсеру. Курсеры же тоже публичные компании, они вынуждены публиковать подобные отчеты. Давайте заглянем, давайте посмотрим. Мы сейчас с вами просто пытаемся разобраться, идти в эту клинику лечить зубы или нет. Вы сейчас стоите перед входом, перед вами несколько клиник, и на одной написано, у нас 4% нормальных успешных операций. На другой написано, у нас 1,5%. На третьей написано, а у нас каждый год мимо нас проходит вот столько людей. Вот это мимо нас, это количество людей, которые пришли и оставили свои какие-то данные на сервисе. Давайте возьмем Курсеру. Она была первой, они революционеры, и они действительно идут перед собой, ломают лед в честь, хвала и уважение. А что наломали, что за ними в итоге? Курсера заявляет про 142 миллиона пользователей. Еще раз, пользователи, вы уже поняли, наверное, где здесь вот первая маркетинговая уловка. Это отчет, собственно говоря, самой Курсеры перед своими инвесторами. Тут ты не особо поиграешь с цифрами, здесь играть с цифрами не получится. Вот, пожалуйста, это отчет Курсеры перед моими инвесторами. У нас 142, 23-й год, конец 23-го года. То есть по состоянию сейчас 140, 142 миллиона пользователей. Сумасшедшая цифра. Хочется сказать, ну не могут же 142 миллиона пользователей ошибаться. Они и не ошибаются. Это количество зарегистрированных людей, которые решили попробовать. Потому что если бы все было так, мы открываем с вами деньги, которые сама же Курсера зарабатывает. Они говорят, мы заработали 636 миллионов долларов. Сумасшедший бизнес, потрясающий бизнес. Вот, пожалуйста, ссылочка, вот цифры. Если мы разделим одно на второе, получается, что 636 миллионов разделить на 142 миллиона пользователей. Получается, что они предназбрели сервис, который зарабатывает 4 доллара с одного пользователя в год. Ну, при 142 миллионах. Это прекрасно, это здорово, это классно. А теперь давайте проверим. Но ведь стоимость обучения на Курсере не стоит 4 доллара в год. Есть огромное количество бесплатных курсов. И мы просто с вами сейчас открываем, сколько стоит самый простой, самый базовый пакет там Курсера Плюс, куда уже входит там хотя бы проверка домашних заданий, и куда входит, еще раз, минимум. Все минусы платформы никуда не деваются. Мы просто с вами смотрим, что по факту-то. Вот смотрим, там написано. 220 евро при оплате за 12 месяцев. Допустим, если платить отдельно, например, обратить внимание, обычная цена 370 евро. Там было 379 долларов, тут 377 евро. Сервисы смотрят друг на друга, ценовая политика у них практически идентична. Эти разговоры что выгоднее? По барабану, и то, и то не работает. Ну, немножко сбегает вперед, извините. Если же мы разделим одно на другое, получается, что должно быть 4 доллара в год с одного клиента. Супер, супер, не совсем. А если мы разделим на стоимость, например, даже самую там оптимизированную при оплате на год вперед, на 240 долларов, то это 222 евро перевел в доллары. То получается, что у нас, и разделим сумму, которую заработал за прошлый год с Курсера, вот на средний, условный средний чек. Получается, что платных клиентов в системе Курсера, те, которые решили после бесплатного реального периода остаться в сервисе и за что-то платить, 1,9%. Их, с одной стороны, много. 2,8 миллиона платящих пользователей. Это много. Это потрясающе много. С точки зрения бизнеса, инвесторан, наверное, там очень сильно радуются. Но с точки зрения нас с вами, как клиентов, получается, что 98% людей так учиться не могут или не готовы за это платить и остаются бесплатниками. То есть, ходят просто по бесплатным курсам. Там где-то есть какие-то яркие, яркие спикеры, яркие тренеры. 1,9%. Это не 142 миллиона пользователей. Нам с вами, ну, как сказать, вешают очень яркую цифру, чтобы мы принимали решение, не закапываясь вглубь. Там 2,8%, тут 1,9%. К разговору, какой сервис лучше, на 1% лучше все-таки LinkedIn Learning, судя по большим цифрам. Вопрос. А зачем тогда? Ведь на этих платформах, которые как бы вроде бы работают не очень хорошо, сама механика, а зачем нам тогда у вас получилось 2,6%? Без проблем. Можно разделить, я же говорю. Здесь вопрос, что на что вы делите, по какому, по какому тарифу вы решили разделить. Зачем университеты или вендоры, ведь они создают курсы, вот, например, платформа Coursera заточена под работой университетскими курсами. Зачем тогда университеты делают курсы и размещают их на платформах? Неужели университетам ничего делать? Университеты эту простую математику делают даже так же, как и мы с вами. Давайте посмотрим, а что происходит на самом деле. И вот теперь мы действительно нарисуем некую, ну, не диаграмму Виена, ну, просто некоторую, на некоторую модельку попытаемся себе представить. Вот есть какая-то схема. В этой схеме есть пользователи B2C, вы как частные лица, которые платят за себя сами или не платят. Есть B2B, если вы отвечаете за обучение людей в своей компании. Есть платформа и есть колледж, который поставляет контент на эту самую платформу. Ну, то есть, как это выглядит. Колледж либо университет разрабатывает курс. Создают курс под платформу. Мы очень сильно сейчас оставляем за скобками среднее качество этого курса. Среднее качество этого курса оставляет желать лучшего, мягко говоря. Хорошо, но их много. И вы идете туда, привлеченные тем, что я могу в онлайне учиться, в MIT, где угодно, потому что наверняка это будет неплохой курс. В среднем он действительно может быть даже и неплох. У него просто цель другая. У него цель порекламировать сам курс, сам университет. Платформа говорит вам, как клиенту, смотрите, они изначально ориентированы на B2C-шников. Они говорят, у нас есть крутые курсы от крутых универов. Это, собственно говоря, модель Курсеры. Курсера заточена под работу с универами, LinkedIn Learning заточен под работу с вендорами. Я вам сейчас покажу, как модель принципиально не меняется. Платформы на этот контент привлекают аудиторию. Зачем это все, если вот люди не доучиваются до конца, зачем все же это, как вы думаете, нужно колледжу либо университетам? Чтобы потом человек, распробовав, посмотрев, доказав, что он может проходить курс, то есть может как учиться, шел учиться в университет. Для университета это вполне понятный источник новых студентов, уже платящих студентов по полной стоимости, естественно. Зачем это нужно университету либо колледжу, понятно. Зачем в этой игре присутствует B2C-студент, тоже понятно. Внимание, вопрос. А вам, как, несмотря на то, что все это по-прежнему нифига не работает по определению 1,5-4%, вам, как B2B-клиенту, как человеку, который отправляет туда в обучение, это зачем? Вот конкретная курсера для B2B-шников не создавалась по определению. Она работает с университетами, она сделана для того, что это хорошая, классная, огромная витрина университетов. Иногда университеты выкладывают какие-то потрясающие вещи, но это что-то точечно, интересное, яркое, для того, чтобы показать, смотрите, мы есть, мы присутствуем. Университет это коммерческая структура, ее задача продавать большее количество обучения в университете, поэтому она здесь присутствует, B2B-шники вот смотрят со стороны, говорят, как бы вроде бизнес под нас не затачивался, ладно, с курсерой окей, мы, наверное, поторопились, мы, наверное, погорячились, а как там насчет LinkedIn Learning? у него еще не 1,9%, а 2,8%, а схема на самом деле практически не меняется, просто в качестве поставщика контента находится вендор какой-то технологии, который говорит, слушайте, я размещу X курсов для того, чтобы из огромной выборки какое-то количество людей прошло до конца этого курса, повторюсь, 1,5-4%, статистика убийственная, она не меняется, какое-то количество людей дойдет до конца, и у меня станет больше людей, которые умеют программировать на том, что мне надо, настраивать то, чего мне надо, условный Facebook размещает курсы по работе с собой, как с рекламной платформой, соответственно, станет больше специалистов, которые умеют размещать рекламу у нас же на платформе, то есть вендорский интерес понятен, модель от этого не меняется, был университет, стал вендор, вендор создает курсы по платформе, платформы привлекают на этот контент аудиторию, это здоровски, и потом должна происходить в какой-то момент передача этой аудитории, от платформы вендоров. В этой схеме, когда вы обучаете, например, своих людей какой-то технологии, например, разработки, это еще хоть имеет для вас хоть какой-то смысл, потому что эта модель рассчитана не только на B2C аудитории, но и на B2B. Больше разработчиков на конкретной технологии выгодно вендору технологии, может быть выгодно вашей компании, если вы на ней разрабатываете, но это, все повторюсь, упирается вот в эту ужасную статистику 1,5-4%, то есть все было бы хорошо, то есть если вы идете не просто за посмотреть на универовское образование, если вы идете учиться чему-то, потому что вы применяете в работе, во-первых, хотя бы выбираете LinkedIn, во-вторых, понимаете, что эта штука все равно упирается собакам вот в эту очень крайне неприятную статистику 1,5-4%, среднестатистический человек, вот вы отправили из своих 100 студентов от своей компании учиться в LinkedIn Learning, он вроде как более солидно выглядящий, из всех, кто придет, останется, людей, которые доучатся, очень мало, из тех, кто останется, до конца дойдут еще меньше, это исчезающие величины, вот в чем, блин, основная беда, и чтобы было понятно, сколько это исчезающие величины, я вам покажу чуть-чуть позже, еще и с цифрками, насколько это работает, при этом, что подкупает, со стороны платформа выглядит классным, классным местом, где очень много контента, давайте подумаем, зачем нужен вообще контент как таковый, какая у него цель, вот с какой целью люди публикуют ролики на YouTube, вы заходите на ролики в YouTube, там что-то вам пытаются продать, вас как-то пытаются развлечь, либо иногда вас даже чему-то пытаются научить, все по-честному, так как это и то платформа, и то платформа, мы можем весь контент опубликуемый на образовательных платформах разделить примерно точно так же, чистый маркетинг, университет размещает кусочек своего курса, говорит, смотрите, у нас есть вот такая штука, дальше приходите к нам учиться, либо приходите к нам в MBA, либо приходите просто куда-то, несет ли такой курс зачастую какую-то законченную мысль, законченную ловику, иногда даже да, процент просто тех людей, которые доберутся и сложат это все в голове, крайне-крайне мало, на больших цифрах этот процент исчезающего, делано это, повторюсь, для того, чтобы клиент мог оценить, вот этот универ мне больше, нравится, вот этот универ мне нравится меньше, да, окей, если у вас есть такая задача, хорошо, если у вас есть задача получить навык, то, например, платформа под него изначально не затачила, с другой стороны, еще этот контент для этого не нужен, когда вы оформляете доступ, на вашего студента, на вашего сотрудника вывалят все, со словами, разбирайся, что из этого реклама, что из этого развлечения, а что из этого может быть образовательный контент, развлекательная, вовлекающая функция, это маркетинг для привлечения так называемую воронку, некоторые платформы, например, Udemy, дают возможность публиковаться не просто вендорам, университетам, а дают возможность продвигаться индивидуальным тренерам, которые делают хорошие, может быть, даже какие-то бесплатные курсы, сцелью дальше вовлечь человека в консалтинг, либо вовлечь какой-то малый бизнес в консалтинг, то есть, в принципе, вполне себе понятная модель, нанести за недорого какую-то пользу, чтобы потом продавать какие-то услуги, то есть, сам по себе курс является не самостоятельным, специально так создается, чтобы человек узнал про все возможности, когда у него доходит дело до того, окей, а теперь кто-то мне должен эту рекламу настроить, поставщик курса говорит, я это умею делать, я тебе рассказал про все возможности, давай я теперь тебе все это дело настрою. Некоторые платформы, повторюсь, LinkedIn, по-моему, этим уже не занимается, LinkedIn с этого начиналось, на Курсере тоже, там не так просто разместиться, но, в общем-то, если вы видите там неплохой курс от индивидуального тренера, зачастую у него нет как таковой функции, задачи обучить клиента, это зачастую хороший маркетинговый материал. Пользы в курсе может не быть совсем, либо у этого курса может быть другая цель. Теперь внимание вопрос, вы отправили туда своего сотрудника, этот сотрудник, то, что вы пишете про мотивацию, это вообще огромнейшая проблема, сейчас до этого доберемся, она не просто не поддерживает мотивацию к обучению, она, к сожалению, игнорирует, что вы живой человек, у которого, чтобы что-то делать, должна быть мотивация, вы абсолютно правы, то есть вы прям там лупите сразу, знаете, вот, бум, все, как бы вот, закрыли историю, и мы сейчас к этому доберемся, она изначально для этого не споративна, вы абсолютно правы. Если же все-таки вы отправили туда студента, можете студенту, которого глаз не намет, и у которого не занимается этим 10-15 лет, отличить, это маркетинговый курс, это полезный курс, это еще что-то. Теперь представьте, человек, который не может это отличить, тратит свое рабочее время, за которое, между прочим, платит работодатель, для того, чтобы вот разгребать этот безумный набор курсов, которые есть на любой платформе, а вы за это еще денег заплатили между врачами. Есть курсы, действительно, которые несут образовательную нагрузку, то есть хорошие, законченные, иногда эти курсы входят в программы, то есть если вы видите программу, доверия к программе больше, чем доверие к отдельно-настоящему курсу. Программа из трех-четырех курсов, это уже заявка на то, что люди доведут вас до чего-то, до какой-то логической хотя бы точки. Но про них мы сейчас с вами с цифрами посмотрим, там статистика даже по доходимости просто удручающая. Часть курсов на платформах сделаны очень хорошими школами, очень. Если мы говорим про любые бизнесовые курсы, если вы видите хорошую бизнес-школу, то есть не просто универ, а бизнес-школу при универе, этому можно доверять. Обычно там сидят люди с неплохим практическим опытом. Если им еще добавили методолога, который сумел из эксперта достать материалы грамотно упаковать, вы можете наткнуться на очень хороший курс. Безусловно. При этом при дополнительной оплате студент получает даже доступ к живому человеку. То есть его работы проверить не просто другие студенты, я не очень сильно в среднем доверяю, я не знаю, кто это, но их может проверить, например, выделенный куратор, выделенный фасилитатор, вы получите какую-то обратную связь. Это уже хотя бы что-то. Таких курсов немного, они моментально уходят по цене от 10 долларов в год, они уходят там сразу на цену 600, 700, 800 евро, например, за какую-нибудь небольшую программу из двух-трех курсов, которую можно пройти за пару месяцев, за 10 недель. При допоплате, если курс подразумевает вот такую платную опцию, всегда можно посмотреть, что в нее уходит, это уже какой-то вариант, что вы получите доступ к чему-то живому. Но там наступает прям удручающая статистика. Там иногда даже нет полутора процентов тех людей, которые доходят до конца программы. Тут начинаются просто другие сложности. Так учиться безумно-безумно сложно. Мы с вами поговорим, почему так учиться сложно. Пример, мы обещали, пример с цифрками, пример без цифр. На примере без цифр я попрошу присоединиться Александра, а пример с цифрами, вот от которого у меня искренне бомбит, это курс, который я проходил. Я знаю, что он хорош. Я могу его вам смело рекомендовать. Это курс по стратегическому менеджменту от Копегагинской школы бизнеса. Он хорош. Точнее, это программа. Это так называемая специализация. На курсе, чтобы не быть голословным, мы с вами говорили, что мы не пытаемся сказать, что это все вселенское зло, расходимся. Нет, есть хороший курс. Пожалуйста. Я потратил несколько недель на то, чтобы вы можете на курсе сравнить его с прямыми конкурентами. Еще раз, это моя работа, я умею это выбирать. Я умею выбирать типы коронок, которые потом можно куда-то имплантировать. Извините, что-то у меня задело это аналогично. Вот программа. По большому счету, все, что происходит внутри, это обычный курс на несколько месяцев, на месяцев, на 5-6. Но на 5-6 месяцев люди записываются плохо. Тяжело, потому что долго. И дальше побеждает маркетинг. И говорит, окей, давайте мы эту программу разобьем на якобы не на модуле, а на курсы. И уже вроде как человеку будет легче туда вписываться. И бьют они его на 4 курса. Само по себе, это просто хороший курс по страт-менеджменту, ничего такого. Если мы разобьем этот курс на программу из 4 курсов небольших составляющих, и по окончании курса попросим студента оценить, еще раз, оценить курс вы можете только по окончании курса. Статистика получается страшненькая. Повторюсь, это пример хорошего курса, грамотно построенного, который ведут люди, которые знают, что такое обучение. На входе 54 тысячи человек. Казалось бы, все, вот оно, все идем сюда. 54 тысячи человек обучило стратегическому менеджменту, только программе в своей школе бизнеса пришло, пришло, заинролилось, если можно так сказать. А теперь смотрите, первый 10-недельный курс заканчивает 8,2% человек. 8,2%. Из них огромное количество людей заканчивает этот курс, то, что называется брутфорсом. Они просто вместо домашних работ загружают пустые презентации и пишут, поставьте мне, пожалуйста, хорошую оценку, а я поставлю вам хорошую оценку. Ну, то есть, вот на таком безобразии часть людей проскальзывает. Огромное количество людей из Бангладеш, огромное количество людей из Индии, видимо, просто, чтобы получить хоть какие-то сертификаты для своих резюме, чтобы найти хоть какую-то работу. Еще раз, это всего лишь первый курс, программа состоит. Ну, как первый модуль. Вот представьте, что вы пришли, вот у нас, например, в курсах мы идем трехдневками. Трехдневка раз в месяц. Представьте, что людей, которые пришли и закончили первую трехдневку из шести, у вас 8%. В этот момент мы бы курс остановили, мы так не работаем. У нас до конца доходят людей 80 с копейками, 90%. А у них после первого модуля 8% осталось. Второй курс, еще там несколько недель. 2,7%. Третий курс, коллеги, ссылка перед вами, можете зайти, чуть-чуть на ту же эту страничку вниз, увидите цифры сами. Может быть, они сейчас там отличаются в единице, потому что мы цифры подбирали там за неделю до этого. Третий курс, 1,7%. Ой-ой-ой, все приближается к нехорошим цифрам. То есть, у нас после второго курса мы уже ниже 4% упали. Это курс не про высшую математику, это курс не про проектирование мостов. Этот курс, человек с высшим образованием может пройти, прослушать и понять, он до того, что он разжеванный, он хорошо сделан. Вторая часть программы, 2,7%. Третья, 1,7%. Мы в красной зоне с вами. 2,7% это тоже уже капец какой-то. Третий курс, 0,7%. Четвертый курс, прошу прощения, 0,7%. То есть, из пришедших вверху 54 тысяч человек заинролленных, которые вам будут показывать, будут говорить, смотрите, на этот курс пришло 54 тысяч, у нас миллионы пользователей, у нас десятки тысяч людей. Окей, заканчивают, а сколько? Из 54 тысяч человек закончило четвертый курс. Не означает, что успешный, не означает, что им все понравилось, но хотя бы закончили. 340 человек. 340. 0,7%. Это даже не 1,5-4%. Это меньше, чем полтора. Не учатся так люди. Нет работы с мотивацией, нет работы вообще с обратной связью. Коллеги, еще раз, это статистика, вещь упрямая. Вы, отправляя людей учиться, бросаете их в огромную библиотеку, в которой стоят томах кинг с надеждой, что кто-то из них дочитает хотя бы один сборник до конца. Они вначале падают, невозможно так учиться. Это неудобно, это неинтересно, это невкусно, это без обратной связи, тебя никто не слышит. Так учиться есть исключение, есть. Если вы профессионал в обучении, который проходит это ради интереса к тому, как все построено, еще раз, вот это наша, например, работа с Александром. Мы являемся методологами, мы это строим. Знаете, мы те самые маляры, которые перепробовали 10 тысяч красок, чтобы понять, какая из них работает. Но это наша работа. Если вы берете и бросаете туда своего коллегу, своего сотрудника, для него это не работа, его работа, писать код, заключать договора, что-то еще. Он идет, пробует, смотрит, фигня какая-то несусветная, начинает сомневаться в себе, он не понимает, почему это не работает. Начинает сомневаться в себе, вы его спрашиваете, ну как там, он говорит, там такой выбор курсов, шикарный, просто, ну а что он может вам еще сказать, он зачастую ни одного до конца не доходит, судя по статистике. Еще раз, это огромная, слабо и плохо работающая машина, на которую ваши деньги, точнее, деньги вашей компании надо тратить, ну мягко говоря, не совсем рассмотрительно. По поводу примеров без цифр, здесь я попрошу коллегу тоже ко мне присоединиться, вы очень правильно ответили, Андрей, спасибо большое за комментарий по поводу мотивации, платформа не может это делать, она просто не может тренер видит, он знает, что вот здесь, после этого примера, после этого кейса обычно вспыхивает обсуждение, а в этот раз не вспыхнуло, и тренер может остановиться, тренер может переспросить коллеги, почему вы молчите, про что вы молчите, что здесь работает, то есть тренер это может подкорректировать, запись не может этого сделать никак, просто передача информации. Мы постарались собрать, опять же, там где-то оглядываясь на всенужные публикации, где-то оглядываясь на статистику, на собственный опыт, пять причин, почему люди вообще бросают учебу, нет обратной связи в момент возникновения вопроса. Вы прослушали, вы что-то не поняли, вот сейчас вы можете сказать, у меня другая цифра, вот конкретный же пример Алексея, спасибо огромное, он разделил и получил другую цифру, он говорит, а почему у вас там Вячеслав 2,8, а у меня 2,65? А представьте, это была бы запись, кому Алексей адресует этот вопрос? С куспоту богам Ютуба? Ну кому? Нет вопроса, ты один раз не задал вопрос, второй раз ты не задал вопрос, потому что что-то не понял, а потом мы идем дальше, вы же не понимаете, почему какой-то переход делается. Падает не просто мотивация, падает ощущение, что ты вообще понимаешь, что происходит. Нет обратной связи в тот момент, когда у вас возник вопрос. Нет практики применения тут и сейчас. У нас с вами сейчас семинар, вот вы можете нас час-полтора, может быть, послушать, где-то мы вас подергаем вопросами, где-то два живых человека передадут друг другу слово, а в записи что происходит? Бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу, переходите к следующему разделу, вы перешли к следующему разделу, вы точно все прочитали, молодец, переходите к следующему, и таких разделов у вас много, и в какой-то момент вы говорите, да ты машина бездушная, да, у меня практика, когда будет пробовать, а когда это все будет? Медленная реакция поддержки. Если вы задаете вопрос, вот вы сейчас, например, у вас есть вопрос, почему 2,65, а не там 2,8, как я пишу на слайде. Вы задали вопрос, вам меньше, чем через минуту ответили, вы выделили, может быть, немножко на другую цифру, чтобы получить, вы получили моментальный ответ. Представьте, что сейчас Алексею пришлось бы задать этот вопрос в почту. Мы говорим, Алексей, у нас поддержка, через почту, у нас там СРМ-ка. Алексей такой, да какая нифигра, это 2,8 или 2,65, это во-первых. Во-вторых, он задал вопрос. Я после эфира очень небыстро на него ответил, и пока Алексей пришел ответ, он уже забыл, в каком контексте мы находились. Это прекраснейший привет, спасибо вам огромное. Медленная редакция поддержки, когда набегают сроки, вам нужно сдавать, например, уже вторую работу, а вам все еще не проверили первую, вы не знаете, правильно вы поняли или неправильно. Это безумно демотивирует. Я учусь и пишу, говорю, коллеги, я уже третий модуль сдаю работы, у меня не проверен первый. Это очень дорогое обучение конкретно в Оксфорде. Я говорю, у меня первый модуль не проверен. Если я где-то ошибся, а я во второй работе отсылаюсь в первой части, в третьей отсылаюсь в первую, вторую, если я ошибся в первой, то я первые три работы, это полкурса, я сделаю неправильно. Мы вас проинформируем, когда будет проверено. Спасибо большое, мне работу надо дальше делать. Я логику понял или не понял? Набегающие сроки очень сильно дают, кто мне хочет сказать, да пропадите его пропаду. Нет корректировки на этапе вот этой первой практики, первого внедрения, первого применения. Сядьте, попробуйте тут же провести встречу один на один. Есть тренер, который скажет, оно не оно, да, вы поняли, да, вы уловили. Да, 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 вот здесь чуть-чуть докрутите. Этого нет, вы что-то применили, что-то описали, в лучшем случае, куда-то отправили, и там кто-то проверил. Это вообще куда-то работа в пустоту. Наш мозг на это ресурсы не выделяет. Доступность записи, то, что мы говорим, зато у вас записи будут доступны, мы тоже даем записи, естественно, потому что где-то что-то хочется пересмотреть, что-то забылось через пару лет. Это просто удобно, но это не метод обучения. У вас нет вот этого самого живого контрактинга, живой договоренности, что я прихожу в определенное время, меня ждут мои коллеги, мы с ними работали, мне не важно, я знаю, как с ними я буду это обсуждать, особенно если это не правильно спроектировать сквозные задания. Если у вас запись, я посмотрю, когда мне будет надо. Не посмотрел на эту неделю, но на следующую посмотрю. Группы нет вообще, и это сбивает вообще динамику обучения. Вот мы видим основные проблемы, все это обратно внимание, это напрямую влияет на мотивацию. Здесь абсолютно правы, это прямые такие, даже не удары, а какие-то разгромные, разгромные удары, повторюсь, Данил, что автология получилась, с тем, что представляет ваша мотивация. Я уже не говорю про отвлекаемость, прерывание, и наше желание все это смотреть на ускоренки. Онлайн, когда вы в процессе живого обучения, вы не можете поставить на паузу, как хорошая онлайн игра. В отличие от записи. Запись можно поставить на паузу, в записи можно отличиться, у вас получается какой-нибудь, какая-нибудь там сыр, пустота, либо еще что-то. О, Анна, то, что вы говорите, это прям, знаете, удар в сердце. Лично столкнулась с пустотой на курсе по игре на фортепиано, и получила преподавателя отклик, что я тупая и ленивая. Особенно, если вы старались, особенно, если вы хотели. Да, 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 да. Ну, допустим, что вы с этим не столкнуетесь на платформе, хотя можете с этим тоже столкнуть, вы зачастую не всегда знаете, кто там. К сожалению, в этом огромная беда. Теперь представьте, вы отправили, Анна, вы отправили учиться в этот курс, например, своих сотрудников, своих коллег, не дай бог своих детей. Там руки опускаются моментально. Ты сделал вот такую работу, тебе ее формально проверили, тебе не сказали, что в ней не так, что в ней не так, и поставили низкую оценку. И ты такой, а что я сделал не так? И говорят, а теперь следующий модуль, поехали. Александр, включайте, здесь, мне кажется, вы тоже можете много чего добавить. Ну, все так. На самом деле, мы со Свалой Сами тоже много учимся и по видеокурсам, и вживую. Пытаемся, да. Стараемся, да. Помимо того, что Сами делаем курсы, я по-серьезному начал учиться менеджменту, наверное, больше 20 лет назад, когда я стал сам темледом, я учился по статьям, но по-серьезному обучение началось, когда я пришел в компанию Intel, потому что корпорация существует давно, с 68-го года, и в целом она знает, как учить людей. И несмотря на то, что есть специальный Intel University, там на тот момент уже было больше тысячи видеокурсов, где-то 2004 год, там платформа Coursera, она еще, наверное, не была задумана, а внутри Intel уже была вот такая платформа видеокурса. Но несмотря на это, каждый, кто становится руководителем, во-первых, он должен был пройти вживую тренинг Transition to Manager четырехчасовой, то есть приезжал живой инструктор и тебя проводил, и во-вторых, в первый год своей работы он должен был полететь на тренинг Management for People либо в Ирландию, либо в Израиль, пятидневный, который тоже проходил вживую. Почему так? У компании очень много денег, чтобы всех возить в Ирландию и в Израиль? Ну, наверное, нет. Просто по видеокурсам ты не научишься навыкам. Все очень просто. Потому что работа, например, руководителя, то, чем мы занимаемся, это навыки. Это навыки работы с людьми, очень нелинейными людьми. Это soft skills. Вот это как учиться по видеокурсам, не знаю, танцам, игре на фортепиано, боевым искусствам. И вот выберите любое. Все то же самое. Но ты можешь стать очень хорошим теоретиком, но мастерство никак не вырастет. Потому что нет обратной связи, честной. Ты можешь посмотреть видеокурс и потом попробовать в своей команде применить. Какую обратную связь ты получишь? Человек промолчит и уйдет. Это ты правильно сделал, донес ему обратную связь, это ты неправильно донес обратную связь, а потом он уволился. Ты такой, наверное, неправильно. Так, да. Вот у тебя обратная связь через полгода случилась. Так не работает. То, что я обнаружил по себе, это если ты входишь в новую область, навыковую, то туда, конечно, нужно входить через обучение с живыми людьми, потому что там и обратная связь быстрая от эксперта, там и поддержка, когда у тебя масса неуверенностей, ты так делаешь, ты не так делаешь. То есть там много чего. В новую предметную навыковую область лучше входить через людей. Потом, когда ты там уже как-то обвыкся, ты можешь смотреть видеокурсы, чтобы дополнять, какие-то вещи достраивать. Но с самого начала через видеокурсы ты не зайдешь. Это мое глубокое убеждение, потому что я это проходил и в менеджменте, я это проходил потом в предпринимательстве, в маркетинге, в психологии, вот все то же самое. В психологию идешь в живое обучение, обучился, вот потом уже какой-то видеокурс по квинетинополитической терапии можешь посмотреть. Начинать с него просто нереально. Это не работает. Вот такое вот авторское мнение. То, что мы говорим изначально, коллеги, мы не говорим, что платформы зло-зло. Ну, это же как сказать, что это-то ваш YouTube себе дает него. Да нет, конечно. Когда вы хотите дополучить информацию, когда вы понимаете, что у вас в компании налажен процесс обучения и вы хотите поддержать людей, знаете, как добавить витаминку. Это клевая штука. Особенно, когда вы не просто даете доступ к платформе, когда вы даете доступ к рекомендованному набору курсов и объясняете, зачем и как в нем учиться. Это совершенно другое что-то, почему можно пользоваться. Проблема-то не в том, проблема-то обычно в том, что купили доступ, выдали сотрудникам, поставили галочку, мы всех обучаем. Да не то, что нифига вы не обучаете, вы деньги тратите. Но об этом сейчас даже поговорим. Спасибо вам большое, Саш. Давайте дальше двинемся. Коллеги, давайте вспомним вообще, что такое стратегия, как вообще наличие сколь угодно долгосрочных кланов влияет на вашу карьеру, особенно, если вы отвечаете за обучение людей в компании. Что такое стратегия вообще в самом широком смысле слова? Классическое определение это то, что мы делаем, то, чего мы не делаем давайте про обучение. Что мы с вами делаем? Мы пытаемся вкладывать деньги в компании в приобретение новых навыков, нужных бизнесу. Ну вот, если вы отвечаете за обучение в компании или если вы сейчас сидите, думаете, куда мне отправить своих людей, свою команду или свой отдел. Мы с вами вкладываем деньги компании в приобретение новых навыков, нужных бизнесу. Мы не занимаемся чем-то просто ради процесса. С одной стороны, мы вкладываем деньги в компании, с другой стороны, мы инвестируем время наших сотрудников. Вообще страшная штука, его нельзя ни накопить, ни докупить. Деньги можно заработать, хотя таких терять без толку смысла нет. Но мы еще и вкладываем время в получение нужных навыков в бизнес. Мы здесь же не обучение, а ради обучения, по которой занимаемся. Чего мы при этом пытаемся выстраивать стратегию обучения, должны избегать? Ну, обратных вещей, вроде как самоочевидно. Мы не должны, я бы даже сказал, ну, не имеем права тратить деньги на то, что точно не работает. Ладно бы платформы не предоставляли статистику, ладно бы платформы, ну, грубо говоря, там манипулировали цифрами какими-то и говорили, у нас там все заканчивают, все обучаются, все хорошо. Но они этого не делают. Они абсолютно честные, открытые люди, потому что публичная компания. Они показывают статистику, мы ее с вами не читаем. Они показывают и говорят, у нас вот это подразделение заработало 280 миллионов. Хорошо ли это? Нет, если вы владелец акции, наверное, хорошо. Он сам Олег Кидер, это замечательно. Кто-то заработал большую сумму, прекрасно. Вы тот, кто пользуется этим сервисом, вы не будете пользоваться сервисом, который работает менее, чем на процент вероятности. Не будете. Перед вами 100 человек было, 99 ушло. Вы один, гордый, прошли. Оглядывайтесь и понимаете, господи, здесь еще одна воронка, здесь еще одна вероятность против меня работает. Соответственно, чего мы не делаем? Если мы говорим про стратегию, то с чего мы начали? Про неработающий метод расхода денег. Этот метод расхода денег не работает. Можно пытаться немножко дополнять, если у нас выстроена модель обучения в компании, процесс запущен. Мы не можем себе позволить тратить время компании в пустую. И мы, самое главное, не можем себе позволить тратить время наших сотрудников на то, чтобы просто отсортировать контент на платформах. К сожалению, платформа в этом месте выступает крайне цинично. Как любая система, как YouTube, который говорит, я покажу их с людям, им понравится, ролик получает какой-то отзыв, он попадает куда-то в рекомендации. Не получает, не попадает. Платформа действует точно так же. Хороший курс, у которого большое количество отзывов, означает, что этот курс уже просмотрело большое количество людей. А сколько курсов вы никогда не увидите? Длинный хвост пустышек, так мягко скажем, до которых вы никогда не доберетесь. Его кто-то отсмотрел и поставил ему плохие рейтинги. А если это были еще ваши сотрудники, за которые вы заплатили деньгами компании? Ужас какой, ужас, ужас. Статистики. За что я сегодня нашел аудиторию? Вы умеете красиво подбирать терминологию. Платформы лукаво показывают статистику пользователей. Спасибо большое, Валерий. Вы подобрали хороший синоним, к слову, манипулируют статистикой. Они ее немножечко лукавят. Да, да, да. Они показывают цифры. И как бы придраться к ней, они говорят, так это же у нас же все в финансовых отчетах. Но это же нужно пойти раскопать. Мы этим занимаемся, потому что для нас это профессиональная деятельность. Мы хотим понять, что мы делаем так, что мы делаем не так. Вот у нас есть какой-то процент доходимости по курсу, есть оценка. Хорошо или плохо, надо с чем-то сравнивать. Мы идем с этим разбираться. Когда вы принимаете решение, у вас так голова болит, она забита большим количеством забот, вам есть чем думать. И в этом месте они немножко выкручивают статистику, но, мягко говоря, не в вашу пользу, не в пользу вас как клиент. Давайте буквально два слова про вашу карьеру в HR или вашу карьеру как руководителя отдела. Почему у некоторых эта карьера такая, знаете, короткая? Ну, вот открываешь, у человека тот же самый LinkedIn, смотришь, он так год-два, 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 везде прыгает, прыгает, нигде не может задержаться. Есть ощущение, что мы, принимая не совсем правильные стратегические решения, которые работают долгосрок, не даем то, что нужно бизнесу. Вот кто-то работает годами, а кто-то вот, ну, постоянно почему-то прыгает. Кто-то, это может быть руководитель отдела, который работает с персоналом, это может быть HR, который работает с персоналом в организации, решает задачи бизнеса, а кто-то не решает задачи бизнеса. Бизнес никогда не откажется от вас, если вы в долгосрок, в точке решаете его задачу. То есть кто-то пользуется проверенными способами приобретения навыков, кто-то пользуется, ну, скажем так, рискованными способами приобретения навыков за деньги организации для этой организации. Кто-то использует деньги, которые выделяет компания, грамотно. Деньги – самое ценное, коллеги, время сотрудников, его же нельзя вернуть, к сожалению. А кто-то верит просто красивым пресс-релизам, а эти пресс-релизы, поверьте, просто великолепны. Мы читаем, ну, вот, постоянно, мы читаем отчеты Гартнера, Всемирного фонда, потом открываем, значит, и они говорят в один голос, что без сотов скиллов вы никуда не денетесь. То есть, сотов скиллы – это уже больше половины всех скиллов, которые нужны организации для того, чтобы работать снаружи и внутри. Потом открываем отчет Линкеды, на который говорит, искусственный интеллект, видимо, вот, в этом году будет, значит, основным трендом. Не будет он основным трендом, потому что Линкеду надо продать эти курсы, ну, блин, ну, ну. Но это можно понять, если вы все это анализируете постоянно. Мы это делаем, потому что наша работа, повторюсь, я уже как-то рад сегодня. Верить просто красивым пресс-релизам, знаете, ну, с определенной степенью, ну, допустим, при этом верить в то, что есть какое-то волшебное решение, и мы за 10 долларов в год сейчас обучим всю нашу компанию, ну, имеется в виду, за каждого человека в нашей компании не приходится, не бьются цифры и даже совсем-совсем не бьются. Что это значит для человека, который пришел работать с персоналом, который пришел работать с подразделением, который работает руководителем отдела, который отвечает напрямую за HR или отвечает за набор огромных ресурсов? Ненавижу это слово, но за большое количество людей в каком-то подразделении. Это значит, что наша с вами задача состоит в том, чтобы правильно выбирать выбор этих самых работающих или неработающих решений определяет ваш стратегический результат, что вы увидите через год, через два, через три и напрямую влияет на вашу карьеру. То есть, огромный соблазн, просто давайте заключим контракт, дадим курсере денег и успокоимся на этом, поставим галочку, у нас вроде бы все учатся. Соблазн огромен и он понятен. Через год, через два компания часто говорит, а что мы получили? Извините, вот мы сейчас оплатим, конечно, еще на год этот безумный счет, а что мы получили за это? И выясняется, что люди недоучиваются, выясняется, что люди ничего не внедряют. Это уже история тех клиентов, которые потом приходят к нам. Говорят, мы перепробовали все, что только могли. Мы перепробовали и выясняется, что мы теперь понимаем, почему у вас так и почему у нас там другая цена, например, почему у нас там много дорог. Как быть, что делать? Два классических вопроса. Как быть, да? Как может выглядеть общее решение, то, что мы видим из хороших решений? Свой учебный центр, некая гибридная модель и специализированная учебный центр, например, которым мы являемся. Свой учебный центр. Наиболее управляемая штука. То есть, построить свою учебку в рамках компании классная вещь, но это наиболее дорогая история. То есть, я в свое время был директором учебного центра. На сегодняшний момент я ушел из этой компании 15 лет назад. Учебный центр существует и на сих пор на сегодняшний момент фулл-тайм 60 тренировок у него работают. Когда мы начинали, их было 8. Это тогда уже было дорого. На сегодняшний момент эта компания себе может позволить просто там работать десятки тысяч человек. Но это наиболее управляемая модель для решения работы. А при этом, опять же, даже будучи собственным учебным центром внутри организации, мы продавали свои услуги внутри организации и наружу, это огромная группа компаний, мы все равно иногда докупали необходимые нам навыки снаружи. Очень часто это были либо новые навыки, либо редко встречаемые. Если вы умеете это считать, это просто отдельный бизнес. То конкурентный, способный, конкурентно способный учебный центр как отдельный, отельный бизнес-юнит, надо бы это попросить, как отельный бизнес-юнит. Если вы умеете считать отдельным бизнес-юнитом, то можно сделать хороший учебный центр для компаний от тысячи, от полторы тысячи человек. Это может попытаться сработать. Если не умеете это считать, тогда это обычно очень дорогая игрушка, которая существует до пяти лет, и потом владельцы часто закрывают, потому что это просто пропасть денег с непонятным выхлопом зачастую, если вы не умеете это считать, повторюсь. Работоспособная история – это гибридная модель. Наиболее, на наш взгляд, разумный баланс по деньгам и качеству. Когда часть тренингов, часть экспертизы происходит внутри компании, когда что-то достается на технических метапах, когда что-то идет через программу менторинга, а что-то, что нам нужно не так часто, просто докупается где-то со стороны. Свой учебный центр, в чем гибрид? Это когда у вас есть свой учебный центр про некоторые курсы, которые есть внутри компании, плюс закупаются курсы, либо целые программы от специализированных школ, например, таких как наша, либо от учебных центров крупных компаний. Специализированный учебный центр – наиболее, пожалуй, дорогая штука. Когда программа проектируется под вас, под вашу компанию специализированной школы, мы такие вещи тоже делаем. Сразу говорю, что это, наверное, самая дорогая вещь, которая может быть на рынке. Самая классная, но дорогая, но все равно самая классная. То есть, это те самые кастомные продукты, которые мы делаем для достаточно определенного круга компаний. Это не всегда, спасибо огромное, это не всегда по карману небольшой компании, там, до ста человек, хотя тоже мы умеем такие вещи делать. Это здорово, это когда что-то проектируется под вас с учетом всех ваших требований. Ну, знаете, как, это костюм, который шьется, не подгоняется под вас, а шьется под вас по конкретным лекарам. Мы такие вещи тоже умеем делать. Соответственно, если вы выбираете, понятное дело, что это всегда практически вопрос денег и вопрос бюджетов, понимаете, на что у компании в реальности существуют ресурсы, существуют возможности. Краткие выводы, чему мы всю эту историю рассказывали. Ну, кроме того, что пожалуйста, очень аккуратно ориентируйтесь на платформы в качестве основного структурного элемента вашей стратегии обучения для вашей организации. Платформа в среднем на сегодня это решение для, ну, давайте возьмем 1-2% учащихся, к сожалению. То есть 98% людей оттуда либо не начинают учиться, если начинают, то из этого 1-2% людей, очень мало людей доходит до конца. Соблазн взять обучение одним махом для всех понятия толку практически нет. Эта модель обучения не работает для 95-98% к сожалению. К огромному сожалению. Несмотря на весь большой внешний замах. Еще раз, эти цифры получены из того, что публикуют сами платформы. Это их цифры. Не то, что мы пытаемся им сказать, они практически не работают. Это их цифры. Люди не переходят платных клиентов, им это не подходит. 98% людей. Обучение взрослых людей, мы очень часто закрываем наши курсы этой замечательной цитатой. Многие люди ошибочно полагают, что обучение взрослых людей сводится к получению информации. Обучение взрослых людей – это изменение модели поведения с учетом целей бизнеса. Что, на наш взгляд, может быть хорошей, устойчивой в вашей стратегии обучения вашего персонала? Это как что-то, где практика вшита в обучение. Все возможные программы, обучение, слэш-менторинг, слэш-внедрение, слэш-сопровождение – очень хорошие вещи. Вот эти гибридные модели, скорее всего, будут работать наилучшим образом. Это кастомизация учебного процесса под ваши задачи. То есть, хотите, приходите, пообщаемся, мы, естественно, дадим там ссылки, как с нами можно начать коммуникацию. Хотите, просто в почту, хотите заполнить формочку. Мы умеем делать такие кастомы. Есть клиенты, с которыми мы общаемся, где мы расскажем, что мы можем, что мы можем. Есть клиенты, для которых мы даже выступаем, ну, как сказать, такими архитекторами этой программы. Говорим, вот мы бы делали так, вот эту часть мы можем закрыть, и эту часть можем вам подобрать, например, помочь подобрать. Этим вещами мы тоже занимаемся, то есть, кастом-проектами мы тоже занимаемся. Если хотите в этом разобраться, если перед вами сейчас стоит вот эта большая сложная задача – выбрать стратегию обучения для ваших сотрудников, для сотрудников вашей организации, приходите, пообщаемся. С нашей стороны с вами будут работать люди, у которых нет задачи вам сейчас здесь точечно быстро что-то продать. У нас есть клиенты, которые приходят, общаемся, делаем какое-то такое предложение, говорят, дорого, уходят обратно в рынок, изучают, приходят через полгода, говорят, мы поняли, почему у вас так дорого, какие, без проблем, главное, чтобы это решение было создано с вашей стороны. Мы здесь надолго, мы уже очень давно работаем, поэтому понимаем, что здесь быстрые вещи, ну, это не самая лучшая вещь. Коллеги, приходите, пожалуйста, с огромным удовольствием пообщаемся, если у вас есть к нам корпоративный запрос, если есть запрос на кастомную программу, мы умеем это делать, если есть желание просто посмотреть, чем мы занимаемся, мы принимаем клиентов от корп-клиентов, студентов от корп-клиентов, принимаемые в наши открытые программы, в сентябре у нас стартует 4 программы, для тим-лидов, для руководителей отделов, для технических, для директоров, для SEO, есть компании, которые приходят со словами, мы сначала несколько человек на разведку, на полгодика к вам, потом, если все нормально, все в порядке, потом будем, например, учиться в корп-формате, без проблем, лишь бы это было понятно, управляемо с вашей стороны, тогда это совершенно другие проекты у нас с вами могут получаться. Коллеги, спасибо огромное, есть ссылка на наш бот, пускай вас не пугает слово бот, это штука, которая принимает ваш запрос и связывает вас с живым человеком с нашей стороны, то есть это такая некая просто автоматизация, чтобы ваш запрос не провалился, бот не будет вам давать рекомендации, как вам жить, как вам учиться, это всегда очень интересно, это всегда очень такая индивидуальная вещь. Есть вопросы, спасибо огромное, есть ли программы у вас на английском языке, корпоративные программы есть, открытых на сегодняшний момент мы пока не планировали. Корпоративные и кастомные программы, да, конечно же, есть, пожалуйста, приходите, будем обсуждать. Открытых на сегодняшний момент мы пока не планировали. Как-то так. Да, я вижу, что Александр как раз написал, что с нашей стороны за ботом сидят живые люди, это просто штука, которая регистрирует ваш запрос, аккуратно его складывает в нужную CRM, подальше обязательно подключается живой человек, то есть не переживайте, вам не придется общаться много раз с ботом, пока к вам присоединится живой человек, нет, это просто так, естественно, в том числе. Коллеги, спасибо вам огромное, были очень рады, что вы сегодня пришли, если у вас есть запросы, если вы хотите с чем-то пообщаться, пожалуйста, сообщайте им с большим должством, достаточно с этой стороны открытые ребята, открытая школа. Всем большое спасибо, Александр Михайлович, спасибо большое за участие. Всем удачи, коллеги, пока-пока.